История и эволюция техники прыжка с шестом. Развитие прыжка с шестом в мире. Первые соревнования в прыжке с шестом были проведены в Англии в 1866 году. Победителем стал Д. Уиллер, 3,47 метра. Впервые в программу Олимпийских игр прыжок с шестом в состязаниях среди мужчин был включен в 1896 году. Первенство в прыжках с шестом среди мужчин на чемпионатах мира проводится с 1983 года на открытых стадионах, с 1985 года – в помещениях. Кубок мира – с 1977 года, чемпионаты Европы – с 1934 года. Летние, а с 1966 года – зимние, в помещении. В настоящее время рекорд мира на открытых площадках равняется 6 метрам 15 сантиметрам и установлен Арманом Дюплантисом из Швеции в 2020 году в Риме. Мировое достижение – рекорд мира в закрытых помещениях. Также установлен Арманом Дюплантисом в 2022 году в Белграде и равно 6 метрам 20 сантиметрам. Следует отметить, что с 2000 года World Athletics не делает различий между закрытыми и открытыми площадками при установлении мировых рекордов в прыжках в шестом. Рекорд мира в прыжке с шестом на открытых площадках среди женщин принадлежит Елене Есенбаевой и равен 5 метрам 6 сантиметрам и установлен в 2009 году. Мировое достижение – рекорд мира в закрытых помещениях – установлен Дженнифер Сур в 2016 году и равно 5 метрам и 3 сантиметрам. Впервые женский прыжок с шестом был включен в программу Олимпийских игр в 2000 году. Впервые в программу летних чемпионатов мира женский прыжок с шестом вошел в 1999 году, а в программу зимних – с 1997 года. Женский прыжок с шестом стал проводиться на чемпионатах Европы. На летних – с 1996 года, а с 1998 года – на зимних. Развитие прыжков с шестом в Белоруссии. Используя металлический шест Владимир Булатов впервые стал побеждать американских прыгунов и установил в 1959 году рекорд Европы, прыгнув на 4 метра 62 сантиметра. Был бронзовым призером первенства. Используя эластичные снаряды, рекордсменами Беларуси в прыжке с шестом становились Владимир Лобунов, Бахаленко, Эдуард Каранкевич, Леонид Иванушкин, Геннадий Сухарев. Впервые пятиметровый рубеж среди белорусских прыгунов в шестом покорил ученик Владимира Булатова, Валерий Бойко. В 1975 году он установил высшее всесоюзное достижение для помещений – 5 метров 43 сантиметра. Впервые в истории Суверенной Республики Беларусь в 1996 году на зимнем чемпионате Европы в прыжках шестом победителем стал Дмитрий Марков с результатом 5 метров 85 сантиметров. Этот результат является также рекордом Беларуси в помещении. Рекорд Республики Беларусь на открытых площадках в 1998 году выдающийся белорусский прыгун поднял до 6 метров ровно. Рекорды Беларуси в прыжке с шестом среди женщин. Рекорд Беларуси среди женщин в прыжке с шестом улучшали Юлия Таратынова, Светлана Макаревич, Анастасия Шведова, Ирина Жук. Рекорд Беларуси для открытых площадок принадлежит Ирине Жук, которую она установила в 2021 году – 4 метра 74 сантиметра. Рекорд Беларуси в помещениях также принадлежит Ирине Жук, преодолевшей 4 метра 80 сантиметров в 2022 году. Ирина Жук является бронзовым призером зимнего чемпионата Европы 2021 года. История и эволюция техники прыжка с шестом. Эволюция прыжка с шестом. Рост мировых рекордов в прыжках с шестом напрямую связан с совершенствованием спортивного снаряда «Шеста». До 1906 года спортивный снаряд прыгунов в шестом изготавливался из дерева. Затем вплоть до 1945 года спортсменами использовались бамбуковые шесты. С 1945 до 1960 года в практику прыжков с шестом вошли металлические шесты – стальные и дюралюминиевые. С появлением фибергласовых, эластичных шестов в 1961 году техника прыжка вновь изменилась, а спортивные достижения стремительно возросли. Техника прыжка с шестом. Прыжок с шестом – а циклическое скоростно-силовое двигательное действие, которое выполняется на подвижной опоре, в условиях лимита времени, сочетает элементы бега, прыжков, гимнастики. Условно весь прыжок разделяют на ряд частей. Разбег – включает исходное положение прыгуна перед прыжком и вынос с постановкой шеста в упор. Отталкивание. Опорная часть прыжка – включает. Движение фас-виз-замах, взмах. Разгибание. Подтягивание, отжимание. Разбег. В разбеге прыгун стремится развить максимальную контролируемую скорость, без излишнего напряжения и без потери контроля за движениями, чтобы эффективно оттолкнуться и согнуть шест. Величина развиваемой скорости во многом определяет величину захвата за шест, одну из составляющих результатов прыжки с шестом. Длина разбега обусловлена способностью прыгуна к набору максимальной скорости и показателям максимальной скорости бега. Чем выше этот показатель, тем длиннее разбег. Вынос и постановка шеста в упор. Кисть правой руки одновременно с отрывом от грунта правой ноги начинает двигаться вверх, к плечу, и к моменту постановки этой ноги на опору находится перед плечом у подбородка. При выносе шеста необходимо пронести его как можно ближе к туловищу, не отклоняя снаряд от прямолинейного движения. Для этого кисть верхней по захвату руки выносится быстро вверх-вперед. Одновременно левая рука также выносит шест и направляет его передний конец в ящик для упора. Отталкивание. Отталкивание продолжается от момента постановки толчковой ноги на опору до момента ее отрыва от нее и осуществляется в момент упора шеста о ящик. Наиболее выгодным местом отталкивания будет точка, на которую приходится вертикаль, опущенная из места захвата верхней руки в момент отталкивания. Опорная часть прыжка включает движение фаз-виз-замах, взмах, разгибание, подтягивание, отжимание. Она продолжается с момента отрыва толчковой ноги спортсмена от грунта до момента отпускания шеста и включает движение виса-замаха, взмаха, разгибания, подтягивания с поворотом и отжимания. Фаза-виз-замах Фаза-виз-замах – узловой момент в структуре прыжка. Его правильное выполнение во многом определяет успешность последующих движений в опорной части прыжка. Спортсмен увеличивает прогиб в грудной части туловища и отводит прямую толчковую ногу назад вниз, а согнутую в колени маховую активно выводит вперед. Фаза-взмах В движении фаза-взмах можно выделить элементы движения длинный мах и элемент укорочения маха. Фаза опорной части прыжка-взмах начинается с момента сгибания звеньев тела прыгуна, после выполнения фазы виз-замах, туловище, ног, рук до момента наибольшей группировки тела прыгуна. В момент прохождения ногами прыгуна шеста, соответствует горизонтальному положению тела спортсмена, наблюдается наибольший его изгиб. Развиваемые при этом центробежные силы взмаха позволяют эффективно загружать шест и продвигать систему прыгун шест к вертикали. Ускорению махового подъема ног и таза спортсмена способствует проявлению им значительных усилий в плечевом поясе и брюшном прессе. Укорачивая радиус взмаха, спортсмен увеличивает ускорение своего общего центра масс тяжести. Соразмерно с этим возрастет и сила давления на шест. Укорачивается его хорда. Фаза разгибания. Границами данной фазы прыжка являются, момент наибольшей группировки тела прыгуна и момент начала сгибания верхней на шесте руки в локтевом суставе. Разгибание тела прыгуна начинается в момент разгибания шеста. Для эффективного разгибания спортсмен принимает удобное исходное положение после взмаха, стоп и ног находятся над головой выше мест захвата за шест. Разгибание тела осуществляется при активном участии мышц спортсмена, плечевого пояса, поднимание вверх таза, брюшного пресса, удерживание ног у шеста, мышц спины, разгибание туловища. Фаза подтягивания, отжимания. В завершении разгибания на шесте спортсмен осуществляет подтягивание на руках с последующим поворотом и отжиманием. Фаза отжимания. Находится в границах момента окончания подтягивания и момента отделения руки прыгуна от шеста. В начале фазы отжимания верхняя по захвату рука находится над плечом, а нижняя выпрямлена. Безопорная часть прыжка. Фаза переход планки. Используя энергию подъема тела, спортсмен коротким движением забрасывает ноги за планку, произведя сгибание в суставах туловища и тазобедренных суставах. Фаза приземления. Отходя от планки, спортсмен поднимает ноги в угол, руки прижимает к бедрам, а подбородок к груди. Продолжая вращение, начатое вокруг планки, спортсмен приземляется спиной. Туловище и конечности при этом напряжены и контролируются спортсменом. Механические основы техники опорной части прыжка с шестом. Механической основой техники опорной части прыжка с шестом является система трех маятников. Эти маятники изменяются по длине и взаимно влияют друг на друга. Первый маятник образуется при вращении опущенного в ящик для упора шеста. Второй маятник образуется при вращении тела прыгуна вокруг кистей рук и плечевого пояса. Третий маятник образуется при вращении ног спортсмена в тазобедренных суставах по отношению к туловищу. Все три маятника сложно взаимодействуют между собой в зависимости от их длины, амплитуды движений спортсмена и угловых скоростей перемещения его звеньев тела. В сгибании шеста участвуют, преимущественно, три силы, кинетическая энергия разбега и отталкивания, центробежная сила взмаха на шесте, инерционная сила ускорения взмаха. В момент упора шеста о ящик и отталкивание, кинетическая энергия разбега переходит в потенциальную энергию упругой деформации шеста и разделяется на две составляющие. Осевую силу направленную. Вдоль шеста. Перпендикулярную к оси шеста. Постановку шеста в упор ряд авторов представляют как динамический удар, энергию которого амортизирует эластичный шест и связочно-сухожильный аппарат спортсмена. По данным тензометрических исследований возникающие при этом вертикальные и горизонтальные упоровые усилия весьма значительны. Величина показателя горизонтальных усилий зависит главным образом от скорости разбега и начальной скорости вылета общего центра масс тела спортсмена, проявляются в большей степени в начальной стадии. Опорной части прыжка. Усилия, проявляемые в прыжках с использованием эластичного шеста, характеризуются более плавным их возрастанием и убыванием, более продолжительным воздействием на опору, в то время как усилия. Прыжки с прямым шестом, имеют пиковый и кратковременный характер. Выделяют два способа выполнения движений фазы взмах. Первый характеризуется последовательным перенесением оси вращения из кистей рук в усть плеч, второй – началом вращательного движения в тазобедренных суставах с постепенным перенесением этой оси. Вращение в плечевые суставы и место захвата за шест. Сравнительный анализ биомеханических параметров прыжков Сергея Бубки на 6 метров 1 сантиметр и на 6 метров 8 сантиметров, по данным Ягодина, свидетельствует о значительном влиянии активных действий спортсмена на спортивный результат. При этом важным условием реализации активности спортсмена является увеличение жесткости спортивного снаряда. Ритмическая структура прыжка. Данные соотношения времени выполнения отдельных фаз опорной части прыжка ко времени всего прыжка свидетельствуют о некоторых различиях в исполнении у прыгунов с различной спортивной квалификацией. С ростом спортивной квалификации увеличивается время выполнения фаз. Виз замах, разгибание, и уменьшается время выполнения фаз, взмах, отжимания. Рациональность и эффективность техники. Результат в прыжке с шестом зависит от того, как высоко может взяться спортсмен за шест, и от того, как высоко он сможет выбросить себя выше точки хвата. Результат также зависит от максимальной скорости, которую может развить спортсмен, мощности отталкивания, роста спортсмена с поднятыми руками и силы мышц плечевого пояса. Это показатели функциональных возможностей прыгуна, его двигательный потенциал. Предлагается формула эффективности техники прыжка, которую можно применять в ходе повседневной работы на тренировках и соревнованиях. Где различными символами обозначены, высота хвата, рост. Спортсмена с поднятыми руками, превышение планки над хватом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова